Николь Граф, и она отодвигает на восьмую строчку Эрли Харстерд. А сейчас предлагаю вам очень внимательно приглядеться к этой фигуристке, в основном по той причине, что она избрала для своей короткой программы замечательную, известнейшую и великолепную русскую мелодию «Очи черные». АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Думаю, все-таки нельзя назвать этот час добрым, в который мир увидел короткую программу в исполнении «Мирный Либридж». Не самое успешное выступление под великолепный романс на текст Евгения Гребенки. Музыка Флориана Германа. Были написаны в разные годы слова и мелодия. В 1943 году было опубликовано... В 1843 году в литературной газете было опубликовано стихотворение «Черные очи» Евгения Гребенки. И лишь спустя 41 год, в 1884 году, романс на музыку вальса Флориана Германа в обработке Герделя увидел свет. И с тех пор кто только не исполнял «Очи черные» и Луи Армстронг, и аргентинская исполнительница Лолита Торрес, и француженки Патрисия Каос и Мирей Матье. И мелодию из этого романса использовал и Хулио Иглесиос в своем очень известном произведении «Ностальжи». Можно вспомнить, что и в кинофильмах также «Очи черные» использовались неоднократно. В частности, в великолепной картине Владимира Меньшова «Ширли Мирли». Целый оркестр исполняет данный романс. Вот, в общем, уже 165 лет это стихотворение бродит по свету и приносит, в основном, конечно, приносит удачу и хорошее настроение тем, кто его использует. Ну, а Мирни Либридж этого сказать, наверное, будет нельзя. Музыка-то действительно великая, равно как и слова, которые запрещено использовать в катании фигуристок-одиночниц. Но вот оценки, похоже, что будут невысокими у Мирни Либридж, и это не позволит ей претендовать на попадание в произвольную программу. Выступлением Мирни Либридж заканчивается утренняя часть короткой программы «Среди женщин». И сейчас последует небольшой перерыв, после чего мы вернемся на лед Дворца спорта «Хартова арена», что в Хельсинки, и уже будем наблюдать за выступлением сильнейшей группы в короткой программе. Пока же оценки чемпионки, двукратной чемпионки Хорватии. Ее наставница Ивана Якубчевич также выступала за Хорватию на международном уровне, но сама особых успехов не добивалась. И сейчас пытается, чтобы дальше пошел ученик. Учитель, научи ученика. Всплывают в памяти бессмертные строчки. Ну, пока еще самой Мирни Либридж есть чему поучиться. Да, оценки невысоки. До своего лучшего достижения, посмотрите, не дотягивает почти 10 баллов чемпионка Хорватии. И прощается со всякими надеждами попасть в произвольную программу. У нее лишь 13 баллов.